Я вас приветствую и спасибо большое за приглашение в такую аудиторию. Меня попросили прочитать некую вводную лекцию в небольшом курсе по возобновляемым источникам энергии, сколько я понимаю. Я не знаю уровень аудитории в смысле знакомства с темой, поэтому позволила себе сделать несколько вводных слайдов таких, для того, чтобы ввести вас в курс, чем занимается область техническая и научная, связанная с возобновляемой энергетикой и различными ее источниками. Существует некое классическое определение, что такое возобновляемые источники энергии, хотя, я думаю, любому человеку, говорящему на русском языке, поскольку мы говорим сейчас с вами именно на этом, понятно, что это некоторые источники энергетические, поскольку они возобновляемые, которые постоянно в природе существуют и все время возникают или не исчерпаются. При этом, если привести и процитировать то определение, которое сейчас у вас перед глазами, то здесь понятно, где эти источники возникают. Они в природе, в материальной, так скажем, неорганической возникают, и в жизненном цикле растительного и животного мира. И последняя добавочка в жизнедеятельности человеческого общества, то есть человека вообще. Хоть он такой, в общем, такой грешащий некоторой сухостью, это определение, однако в нем, в общем-то, объединены все те глобальные источники энергии, которые мы у себя имеем. Во-первых, это Солнце, которое является основным и самым большим источником энергии, который на самом деле влечет за собой возникновение других источников энергии, а именно энергии текущей воды, которую мы знаем как гидроэнергию, используем в гидроэнергетических станциях, как малых, так и больших размеров. То та же энергия Солнца является источником биоэнергии, которая накапливается у нас в биомассе растительного мира и животного мира в том числе. И, наконец, энергия Солнца, в общем-то, на самом деле, охватывает таким образом самые крупные источники энергии. Помимо нее мы используем как возобновляемое также тепло Земли, которое мы знаем как геотермальную энергию, и которое связано с распадом ядерного цикла, который имеет место в недрах Земли, и которое является практически неисчерпаемым, если говорить об истории человеческого общества, источником тепловой энергии в первую очередь. И, наконец, еще один глобальный источник энергии, который не связан с предыдущими двумя, о которым я говорила, это энергия орбитального движения планет. Что за энергия такая и какой вид движения на Земле она вызывает? Это, по сути дела, источник таких явлений, как приливные движения, течения, приливные волны, которые человек также научился использовать, и установки серьезные в этой области уже на Земле существуют. При этом я уже сказала, что самым крупным источником энергетическим является, безусловно, солнечная энергия. Здесь в связи с тем, что Солнце является отправной точкой всех классификаций, соответственно, и восстановляемые источники энергии можно разобрать, разбить, расклассифицировать по происхождениям, солнечным по происхождению и не солнечного. Я, в принципе, уже о том, что написано на этом слайде, сказала, поэтому, в общем, коротенько могу повторить, но в целом, наверное, вот одна вещь, которую я забыла. А именно, солнечная энергия, как вы видите, является еще и также источником энергии ветра, безусловно. Наверное, какая-нибудь география четвертого класса вам напомнит, что ветер есть не что иное, как движение воздушных масс, связанных в первую очередь с неравномерным нагревом Земли. Итак, от Солнца идут 4, раз, два, три, четыре, ну, если взять еще, собственно, солнечную энергию как таковую, 5 таких больших возобновляемых источников энергии. Но вы помните последнюю часть определения, которую я дала в самом начале, да, еще что-то связанное с жизненным циклом растений, животных и жизнедеятельности человека. Ну, действительно, ведь человек в своей деятельности без конца производит такой, на самом деле, высокоэнергетический продукт, как отходы. И использование отходов для производства энергии, я думаю, уже общее место практически для всех стран, не только высокоразвитых европейских штатов, допустим, Канады, но и для Китая в том числе я говорю о переработке отходов, например, в метаногенном процессе, то есть сбраживание бытовых отходов. В результате этого процесса получается один из энергопродуктов, а именно газметан. Поэтому отходы являются ценнейшим источником и, так скажем, хоть и антропогенным, но тоже, поскольку мы существуем и, наверное, будем существовать, дай Бог, долго, пока возобновляемым. Вот. Давайте дальше пойдем и попробуем посмотреть, ну и что эти ресурсы, вернее, что эти источники. Ведь в первую очередь нужно задуматься о ресурсах, если говорить о том, стоит ли этой возобновляемой энергетике какое-то серьезное внимание уделять или не надо. И вот есть некоторые оценки. Здесь, на самом деле, довольно приблизительные, примерные, качественные оценки приведены, хотя размер окружности, который характеризует тот или иной источник, сейчас я расшифрую, если плохо видно, он как раз, в общем-то, выражен в миллионах тоннах в нефтяном эквиваленте. Вы знаете, что в таких единицах измеряется энергетический, так сказать, запас. Поэтому давайте я немножечко прокомментирую. Здесь на четырех небольших таких схематических картах описаны и ресурсы основные. Ветровой энергии, биомассы, солнечной энергии и гидроэнергетики. Гидроэнергии, по сути дела, да? Что самые большие, небольшие кружки? Это все, что касается биомассы и гидроэнергии. Действительно, биомасса в настоящее время, в общем-то, как и гидроэнергия, обладает одним из самых крупных, в данном случае, технически используемым, или технически доступным, или технически, так сказать, продвинутым источником энергии, поскольку, в общем-то, давно издавна человек, да, это вообще, если посмотреть на историю, первым источником энергии, который пользовался человек, являлись, естественно, дрова или что-то такое подобное, и, соответственно, энергия падающей воды. Поэтому, в общем-то, по этим источникам энергии мир наиболее богат доступными техническими ресурсами. Не будем забывать, что солнечная энергия все равно все побивает, если говорить о суммарной энергии, поступающей на земной шар. Сосредоточены эти источники энергии, как вы видите, в крупнейших районах, в которых, естественно, произрастают леса в первую очередь. Это, конечно, Север Америки, наша тайга, как Северо-Западного региона, так и сибирских просторов. Это Южная Америка с амазонскими лесами. Это пояс экваториальных лесов, которые, в общем, потенциально представят из себя колоссальный запас энергетический. Я говорю о биомассе. Все, что касается гидроэнергетики, в части ресурсов, связанных, безусловно, с крупнейшими реками мира. И ресурсы здесь, конечно, большие, показаны, еще раз повторюсь, привязаны к крупнейшим рекам мировым. Вот, Европа также характеризуется большим ресурсом гидроэнергетическим, который, надо заметить, в основном в настоящее время уже используется практически целиком. В меньшей степени представлены солнечная и ветровая энергии. При этом ресурсы ветровой энергии, как вы видите, в основном тяготеют к тем регионам, где больше всего Солнца. Естественно, ясно, что здесь приход солнечной радиации на единицу земной поверхности будет максимальный. В основном вот эти кружочки поставлены иностранные или регионы, где большой ресурс. Но надо помнить, что ветровая энергия специфическая энергия. То есть страна может характеризоваться большим ресурсом, однако сосредоточен, он может быть достаточно далеких, практически недоступных для человека местах, поэтому использовать ее довольно сложно. Забегая вперед, скажу, что это беда, допустим, и нашей страны, поскольку достаточно серьезные ветровые ресурсы у нас сосредоточены в основном в отдаленных регионах севера и побережья Тихого океана. Вот что касается нашей страны, тоже приведут, прямо скажу, несвежие данные, просто качественно картинка нарисована была несколько лет назад, достаточно красивая и наглядная. Здесь изображены вот в ряд несколько карт. Первая из них характеризует так называемое централизованное энергоснабжение, то есть ту территорию страны нашей, закрашенную красным, которая находится в настоящее время в зоне обслуживания, можно так сказать, централизованных сетей. Ну что такое централизованные единые сети, я думаю, вы знаете, это те сети крупного напряжения, большого напряжения, которые на самом деле передают достаточно большую энергию электрическую из регионов генерации в регионы потребления, где по распределительным сетям доставляется потребитель. Вы видите, что, конечно, полностью закрыта практически вся европейская часть страны, за исключением районов, прилегающих с северной части, наверное, так сказать, с северо-восток, Урал. Дальше хорошо, значит, закрыты этими сетями южные регионы России, вплоть, значит, и движется эта полоса на восток по южной оконечности Сибири, Дальнего Востока, и Приморский край закрыт практически. Отдельные мелкие точки характеризуют так называемые локальные крупные сети, которые не соединены с единой энергосистемой России, однако обеспечивают либо крупные городские агломерации, либо крупнейшие добывающие в первую очередь центры Сибири, Дальнего Востока, как вы видите. А остальные карты представляют из себя такие обобщенные, весьма примерные, но все-таки качественно правильно изображенные в данном случае территориальные ресурсы гидроэнергии, солнечной энергии, ветровой, далее биомассы, геотермальных ресурсов. Что касается гидроэнергии, основные ресурсы, как вы знаете, мы имеем за Уралом, хотя северо-западная часть России и, в общем-то, регион Урала, вспомним Волгу, тоже богаты этими ресурсами. Если говорить о солнечной энергии, здесь приведена, так сказать, изолиния, ниже которой желтым цветом окрашена мощность потока солнечного более 1000 кВт в час на квадратный метр в год. В год, заметьте, что целиком за год такое количество энергии приходится на квадратный метр. Она у нас, в общем-то, достаточно внушительная с одной стороны, хотя, с другой стороны, вот эта единица, которая служит реперной точкой для изотермы, в общем-то, в энергетическом смысле достаточно слабая. Но мы видим, что юг страны, в общем-то, наверное, пригоден для использования солнечной энергии. О ветровой энергии, я уже сказала несколько слов, вы видите, что основные ресурсы у нас расположены по окраинам страны, там, где плотность населения невелика. И, следовательно, за исключением, например, Камчатки, Приморского края, по-видимому, востребованность там не слишком большая, если говорить о крупных ветростанциях гигаваттного или несколько сотмегаваттного класса. Однако отдельное автономное обслуживание здесь, по-видимому, будет весьма существенным и хорошо, что здесь есть эти ресурсы. По поводу энергии биомассы, как вы видите, наиболее оптимистичная ситуация в России, поскольку, если наложить две карты, отсутствие единой энергосистемы и ресурсы биомассы, они практически закроют всю территорию страны, и таким образом можно говорить о потенциальном замещении источников энергии там, где по-другому доставить, в частности, электрическую энергию невозможно. Несколько слов о геотермальной энергетике. Геотермальная энергетика, в общем-то, достаточно хорошо среди других источников энергии в настоящее время в России продвигается, как в части проектов, так и в части выполненных существующих объектов, действующих. Вы видите, это коричневые квадратики. Также достаточно неравномерно распределены эти ресурсы, и ресурсы эти в первую очередь, ниже, если я успею, я скажу, как они распределяются. В основном привязаны к зонам вулканизма. Понятно, что в этих регионах тепло Земли наиболее близко подходит к поверхности, и нам с минимальными затратами и техническими ухищрениями возможно достать энергоресурс, а именно нагретую воду, пароводяную смесь или разогретый пар из-под земли, и использовать его либо для производства тепловой, либо для производства электрической энергии. Что дальше у нас? Итак, еще несколько слов о всяких классификациях и так далее. Могу одно сказать, что если говорить об энергетике в целом, то от нее, от этой отрасли промышленности, человек имеет три вида энергоресурсов на выходе. Это в первую очередь электроэнергия. Наверное, чем дальше человек цивилизуется, тем более востребован именно этот вид энергии в силу высоких его потребительских качеств. Это тепло, которое немаловажно для нашей страны, и всегда в анализе энергобалансов энергопотребления нужно учитывать, что Россия весьма холодная страна, требующая особенного внимания к производству тепла. И, кроме того, этот вопрос имеет большую социальную значимость. И, наконец, от энергетики мы имеем моторное топливо. Ой, подъезжая к МГИМО, я поняла, что моторного топлива нужно много на страну. Такое количество машин стоит около вашего института. Можно ли построить энергетику, которая удовлетворяет одновременно все нужды человечества на возобновляемых источниках, о которых я говорила? Надо вам сказать, что, конечно, вообще в проблематике возобновляемой энергетики всегда нужно подходить разумно. Когда мы вступаем в полемику, допустим, со сторонниками абсолютно традиционной энергетики, всегда хочется донести до, так сказать, визави мысль о том, что никто не говорит о том, что возобновляемая энергетика, имеющая, в общем-то, обширные ресурсы, но обладающие целым рядом недостатков, от которых я далее скажу, никогда не претендовала и не претендует на закрытие абсолютно всех потребностей человечества, как в части масштабности, так и в части качества энергии, которые она может дать. Но в целом, вообще говоря, в настоящее время разработаны и очень продвинутые технологии, как получение электроэнергии из вот этих перечисленных здесь источников энергии и технологий, как производство тепла, сжиганием биомассы, использованием солнечной энергии, сбросного тепла, который отходит от таких устройств, как тепловые насосы, может быть, вы слышали об этом уже. И кроме того, из возобновляемых источников энергии легко получать и жидкие топлива, и кроме того, модный до недавнего времени водород, о котором говорили как о новом источнике энергии, хотя он таковым не является новым источником, он является лишь методом аккумуляции энергии. Поэтому принципиально из всех перечисленных мной источников энергии возобновляемых, все виды, потребные для человека, видов, так сказать, энергопродуктов мы получить можем. Однако есть много но, то есть много недостатков, о которых следует помнить, знать, особенно если человек вдруг, как сказать, очаровавшись идеей экологически чистого такого, так сказать, с интересными приложениями источника энергии, захочет осуществлять проекты в этой области практически. Поэтому нужно помнить как факторы в пользу этой энергетики, так и проблемы, которые мешают в настоящее время коммерциализации, хотя в общем в какой-то степени преодолевается. Это все плюсы, большие ресурсы, доступность в любой части Земли, ведь вы, как никто другой, наверное, знает, что целый ряд конфликтов, если не все конфликты современные, наверное, связаны все-таки, чем дальше, тем больше, с энергетической проблемой и с доступностью энергоресурсов. Поэтому если вы, в принципе, находите в любой точке земного шара, а это именно так, то есть каждая точка, наверное, географически вы сунете палец на карту и посмотрите, что же там можно найти среди местных ресурсов, обязательно вылезет либо биомасса, либо хорошая река, рядом находящаяся, либо огромное количество солнца, если говорить об Африке и так далее. Поэтому, в принципе, вы решаете конфликтную ситуацию доступности энергоресурсов, и это очень хорошо. Экологическая чистота, замечу, при эксплуатации. Все-таки, как любой, так скажем, технический агрегат при производстве того же ветряка, вы, естественно, нарушаете окружающую среду. Поэтому экологическая чистота, можно здесь добавить на стадии эксплуатации, практически характерна для всех, в той или иной степени, характерна для всех возобновляемых источников энергии и устройств, которые работают. Дальше, жизненность технологии. Ну, о жизненности технологии, наверное, может сказать каждый, кто выезжал куда-нибудь за рубеж, особенно в европейские страны, когда, студентка мне пишет, приземлилась во Франкфурте, летела и смотрела на сплошные поля ветряков и так далее. То есть, когда человек видит это воочию, он убеждается, что эти технологии действительно жизненные, а коль скоро они выходят на уровень уже коммерческих проектов, то, следовательно, их конкурентоспособность уже доказана и показана. И, наконец, возможность построения на основе вот этих возобновляемых источников энергии, так как больших сетевых станций, которые могут обеспечивать входить в сеть и давать свой вклад в обеспечение электроэнергии даже удаленного потребителя, так и прекрасная возможность в ряде случаев с помощью автономной установки обеспечить автономность или персонализацию, персональность доступа к энергетическому ресурсу, что чрезвычайно важно. Человек все время персонализируется. У нас возникает ситуация необходимости снабжения удаленных поселков, постов, допустим, или даже сейчас передающих вышек для мобильной связи. То есть, чем дальше, тем больше необходима какая-то точка, в которой должна быть энергия. Тянуть туда кабель или прокладывать линию электропередач чрезвычайно дорого. Нужно решить вопрос на месте, как говорится. Еще один неоспоримый и прекрасный плюс. Что мы в минусах имеем? Я бы вот что сказала, самое главное. Тут говорится о временных проблемах, связанных с конкурентоспособностью. Естественно, в технологии возобновляемой энергетики до недавнего времени вкладывались совсем небольшие деньги, в отличие от технологий традиционной энергетики. Поэтому, в общем-то, это один из факторов того, что эти технологии в некоторых областях не достигли еще уровня рентабельности. Ну, допустим, чрезвычайно дорогими, ну, не чрезвычайно, но достаточно дорогими остаются еще фотосистемы, построенные на полупроводниковых системах и материалах соответствующих. Я бы на самом деле среди основных проблем возобновляемой энергетики ресурсную бы поставила на первое место и сказала, что основная проблема – это все-таки чрезвычайно малая плотность энергетических потоков. Здесь мы уходим немножко в технику, но я думаю, что это понятно любому обывателю. Плотность потоков энергии и их нерегулярность. Что значит плотность потока? Ну, это то, что вы имеете на входе. Ну, пример. Сколько вы потребляете в квартире энергии в месяц? Кто знает? Ваша семья. Сколько вы идете? Вот вы идете и платите за электроэнергию, если кто-то это делает. Сколько, пример? 100 киловатт? Ну, здрасте. Никто не ходит и не занимается этой проблемой. Сплошные мамы и папы, да? А можно все-таки ответить? Пожалуйста, конечно. Я думаю, что в городе Москве с достаточно хорошим, насыщенным таким потреблением электроэнергии, квартира таких немаленьких размеров, ну, наверное, мне кажется, 500, ну, каких единиц? Кто-то сказал киловатт. Вот это неправильно. Мы электроэнергию в киловатт-часах измеряем, как вы знаете, да? А киловатт – это как раз поток, мощность потока, которая вам должна быть на входе. В вашу квартиру должен поступать или стучаться на входе, если у вас выключены все электроприборы, определенной плотности потока энергии, да? Часто он измеряется, чаще всего для наших квартир, в десятках киловатт, для того, чтобы вы, включив, в час проработали и стратили, соответственно, 10 киловатт-часов и смогли запитать все свои приборы. Чайник в полтора, наверное, киловатта и так далее, то есть не меньше, по крайней мере. Поэтому мощность потока должна быть приличная. Что мы имеем с солнечным излучением, с ветровым потоком и с водным потоком? То есть их мощность, то есть количество энергии, которое они могут подать в единицу времени к потребителю, должна быть приличной. Вот у нас солнечное излучение. Ясный полдень, 1000 ватт на метр квадратный. То есть вот все время падает. В среднем, по всей Земле, случая Сахару и Новую Землю. Понятно, да? В ясный полдень, вернее. В среднем за год получается 150-250. То есть это вот идеальные условия где-нибудь там на экваторе, да? А это в среднем по Земле. Это я перескочила и побежала вперед. Очень немного. Это не киловатт, это ватты. Понятно, да? И, следовательно, если вы поставите 1000 метров квадратных, допустим, фотобатарей, и воспримете 150-250 уже киловатт на каждый метр квадратный вам придет, это, с одной стороны, здорово, скажете вы. Но еще есть такая проблема, как коэффициент полезного действия любого устройства. Не вся солнечная энергия у вас в фотоэлементе преобразуется в электрическую энергию. Я думаю, что наиболее продвинутые установки, работающие в настоящее время в лабораторном режиме, то есть в исследовательских институтах, дают, наверное, 24-25, говорят о 40%. Но это пока на уровне буквально пробирок, как говорится, да, то есть самых начальных экспериментов. А ходовые устройства, которые на рынке присутствуют по фотобатареям, имеют КПД максимально 17%. Поэтому вы вот эти вот цифры, пришедшие с солнечной радиацией, должны еще умножить на 0,17, правильно? И только тогда вы получите энергию, которая у вас слабо потечет там куда-нибудь в ваше зарядное устройство. Проблема. Как, каким образом вы можете концентрировать этот поток и в одной точке принять много? Хочется сразу придумать, давайте сделаем какую-нибудь большую следящее устройство, что-то такое, фокусирующее в одну точку и так далее, и так далее. То есть воронку, которая бы вот эту всю энергию забрала. То же самое с ветровым потоком. В общем-то, слишком сильно отличается от солнечного потока, причем надо сказать, что ветровой поток, то, что может заставить крутиться, вращаться, да, ротор турбины ветроустановки, это слишком небольшая энергия. 500 ватт на метр квадратный при скорости 10 метров в секунду. Средняя скорость в Москве 3 метра в секунду. Поэтому всякие инициативы, а не поставить ли нам на Ленинских горах ветрячок, в общем-то, приводят к тому, что говорим мы, не надо, вы не получите, в общем-то, даже особо значимого какой-то наркотической отдачи от этого. Хотя горы у нас стоят довольно высоко, недалеко от вас. И, в общем-то, там ветру вроде как есть разгуляться. Вот. Но основная масса территорий на Земле имеет средние скорости ветра, конечно, далеко не 10 метров в секунду. В 6, 7, 8 считается хорошим потенциалом. Кроме того, та энергия, которая вырабатывается ветроагрегатом, она зависит от третьей степени скорости ветра. Понятно, да? Поэтому у вас ветер, который все время колеблется, у вас затишье, у вас усиление ветра, потом буревые так называемые скорости или штормовые скорости, это все бесконечный стахастический, говорят, математический процесс, и у вас постоянно изменение напряжения в сети. То его много, то ветряк совершенно останавливается. То есть вот если говорить о ветровом потоке, о солнечном я тоже не сказала об этой проблеме, все время неравномерность на фоне малых плотностей. Водный поток, конечно, побивает предыдущие все источники энергии, поскольку, конечно, здесь играет плотность воды, которая гораздо больше плотности воздуха, и даже при малых скоростях течения воды мы получаем те же результаты, что и при ветровом потоке со скоростью 10 метров в секунду. Поэтому, в общем-то, у нас получается вот какая проблема. Нужно придумать такие устройства, которые либо каким-то образом фокусировали бы эту распределенную энергию, либо, наверное, занимали бы наши установки для того, чтобы всю эту энергию солнечную, ветровую или водную, нужно создавать установки, занимающие достаточно большие поверхности на Земле. То есть огромную солнечную, так называемую, башенную электростанцию, когда гектары и гектары покрыты зеркалами, отражающими солнечный свет на приемную башню. Огромные ветростанции, которые, в общем-то, стоят в настоящее время на больших территориях, но в то же время действительно вынуждены занимать эти большие территории. Поскольку мне вот такая не очень благодарная задача была дана рассказать в целом немножечко обо всем, поэтому нам приходится скакать голопом по Европам. Но я понимаю, что вы люди просвещенные, современные и без конца живущие где-то там в интернет-среде, поэтому я вас немножечко дам какие-то данные по современным масштабам использования возобновляемой энергетики в мире, в которой мы можем вот эту противоречивость, о которой я уже говорила, проследить. И сразу скажу просто о источниках информации, если вам нужно, вы просто туда залезете. Ну, конечно, Международное энергетическое агентство, ИЕА в английской аббревиатуре. Наверное, что-нибудь в ВВВ и АКОМ, я так думаю. Ну и кроме того, хочу вам представить, если, может быть, кто-то не знает, а, наверное, если не интересовались этой проблематикой, то не знаете, Национальную Реннивэблэнерджи лабораторию, Национальную лабораторию по возобновляемой энергетике Соединенных Штатов, НРЛ, УС, у нее тоже сайт прекрасный, отражающий все аспекты возобновляемой энергетики и в Соединенных Штатах, и по миру. Поэтому вот эту информацию я предлагаю, если кому-то захочется интересно и так далее, подчерпывать оттуда. Я взяла из них именно оценки, относящиеся к 2009 году, чтобы немножечко ввести вас в курс. Но я думаю, что вы с легкостью можете те же самые вещи посмотреть и там. Итак, некоторые оценки, я буду, наверное, так, проходиться по различным источникам энергии, но вот не знаю. Наверное, я сначала поговорю, а потом вы вопросы задавайте. Но если хотите, можете прерывать и вопросы задавать по ходу дела. Итак, 2009 год, последний год, по которому в НРЛ в настоящее время, в общем, такие, ну, какие-то обобщенные уже данные представлены. Есть и по 2010 году, конечно, данные. Так вот, если по миру, то включая большую энергетику, вот это вот очень важный момент. Производство энергии, в первую очередь, по-моему, все-таки это электроэнергия, составляет 21% электрической энергии от общей генерации. Вы скажете, как много и как здорово. Вот, но здесь один большой аспект, вернее, как, один нюанс, который вы должны обязательно иметь в виду. Вот это важно, including hydropower. То есть эти оценки проведены, в том числе и для больших гидроэлектростанций, построенных на крупных реках, имеющих колоссальную мощность и имеющих большую отдачу в сети. Вообще говоря, существуют, так сказать, принятые каноны, согласно которым большая гидроэнергетика в области возобновляемой, как ни странно, ну, немножко не включается. То есть часто вот эта вот оговорка должна быть, включая большую гидроэнергетику или нет. Дело в том, что, в общем-то, возобновляемая энергетика чаще всего оперирует все-таки устройствами и, соответственно, ситуацией, когда используется энергия малых водных потоков. При этом используются такие установки, которые зачастую не предполагают строительство крупных дамб, сооружения крупных водохранилищ и так далее. Естественно, забегая вперед, скажу, что такого рода установки, конечно, в смысле экологического воздействия на окружающие среды гораздо-гораздо мягче, чем крупные гидроэлектростанции со всем хозяйством, о которых вы, я думаю, представляете, связанные с этой генерацией. Поэтому сразу же перескок с очень оптимистической цифрой 21% в общей генерации электроэнергии по миру на 3,8 без большой гидроэнергетики. Вот это, наверное, реальная цифра. То есть все наши ветровые станции, солнечные установки, малые, прям скажем, и что еще геотермальная энергетика и малая гидроэнергетика в мире дает вот такой небольшой процент. Хотя, если говорить об абсолютных цифрах, это, конечно, многие миллионы мегаватт-часов электроэнергии. Дальше, что здесь еще можно сказать? В последнее время наиболее активно, наиболее быстрыми темпами растет, конечно, ветровая и солнечная генерация. Особенно, как ни странно, солнечная генерация на фотовольтаике, то есть на фотобатареях, но это в относительных единицах. То есть, если говорить от того уровня, который был, допустим, в начале десятилетия, в 2000-х годах и к 2009-му году, по ней рост почти в 14 раз. Но это связано с тем, что в 2000-м году генерация была довольно маленькая, самая маленькая, наверное, из всех видов энергии. Больше всего, конечно, ветровая дает сейчас прогресс. И одним из лидеров здесь указана Германия, помянута, да, в производстве как ветровой, так и солнечной энергии и установленных мощностей. Ну вот красивые картинки, которые можно немножечко покомментировать. Слева, включая гидроэнергетику, вот такой вот рост, ой, как все любят вот экспоненту такую нарисовать, и говорить, все будет хорошо. Вот, и мы видим действительно рост мощностей. Здесь electricity, capacity, worldwide, да? Плохо говорю по-английски, но что-то говорю. Вот, это полная установленная мощность электрической генерации. Часто говорят, конечно, весьма правильные слова в каком смысле. Вы представляете, что такое установленная генерация? То есть это установки станции, которые, в принципе, работают и, в принципе, должны подавать энергию сеть. Но есть ситуация, когда ветра нет, и тогда ваша станция, которая установлена, да, и которая учтена вот в этих замечательных статистических данных, или ниже, это за исключением гидроэнергетики, да, немножко пониже столбики, она, попросту говоря, не генерит. То есть она есть, она установлена, прекрасно, но нет достаточной мощности ветрового потока, чтобы все лопасти турбин заработали, и все пошло через преобразователи энергетические в общую сеть или на локального какого-то автономного потребителя. Поэтому одно дело, какое количество установленных мощностей, да, станций выраженных, там, в мегаваттах или в гигаваттах зачастую, да, и другое дело, сколько выдано, сколько часов используется эта установленная мощность, например, на большой ветростанции. И здесь ситуация, забегая вперед, не слишком радужная. Вот, по-моему, в настоящее время наиболее хороший, так называемый, коэффициент использования установленной мощности в современных европейских ветровых станциях где-то порядка 25%. Расшифрую сказанное следующим образом. Что такое коэффициент использования установленной мощности? Это значит, количество часов, в течение которых, в течение года станция работала с той мощностью, которую она должна выдавать, ну, допустим, мегаваттная установка работала и выдавала ровно мегаватт мощности, да, к общему количеству часов в году, 8760-ых, обычно в невисокосном году. Так вот, эта цифра по миру, то есть это хорошие европейские страны, в основном, вот, крутится около цифры 25%, то есть четверть времени. И, следовательно, ваша установленная мощность, она, конечно, прекрасна, но энергетическая отдача чрезвычайно мала. Если говорить об атомных электростанциях, которые останавливаются только до достаточно короткий срок, когда идут регламентные ремонтные работы, крупные тепловые электростанции, ТЭЦ, да, у нас их называют ГРЭС, они тоже могут быть находиться в ремонте плановой, если станция на хорошем уровне и так далее, максимум там какие-то недели или месяц, да, поэтому их количество часов, это практически весь год, и их коэффициент использования установленной мощности движется к единице. И вот этот вот аргумент, который часто выдвигается против возобновляемой энергетики, он, конечно, оправдан. И задача технических специалистов, проектировщиков и так далее колоссальная. Так установить мощности ветровые, солнечные в таком месте, с таким режимом работы, так подобрать установки, чтобы они работали максимально большое время. Ну это я как-то отвлекаюсь сюда-сюда, но все-таки по сути говорю. Некоторые данные дальше о масштабах. Снова электрическая генерация, мелко, наверное, не очень видно, да, но это в процентах от общего производства по разным видам возобновляемой энергетики. Гидроэнергия, это как раз установленные мощности. Солнечная энергия, вернее, даже не установленная мощность, а рывок вперед за последние, наверное, 9 лет, поскольку здесь идет статистика с 2000 по 2009 год. Мы видим, что действительно самый большой прирост за последние годы показывает солнечные фотобатареи, которые активно устанавливаются по меру, ветровые станции, которые дают в среднем 30% роста ежегодного, это большие темпы, и возобновляемая гидроэнергетика, имеется в виду малая гидроэнергетика, которая в основном крутится с цифрами от 10 до даже до 25% в 2009 году. Вот такого рода данные, если кому-то интересно проводить анализ, собственно, и так далее, изобилуют сайты, в том числе NREAL или Международное энергетическое агентство и так далее. Вот лидеры снова снизу, ветровая энергия, выскакивает биомасса очень активно в последнее время, и эмусируемая, и обсуждаемая, и на самом деле растущая. Здесь в миллионах киловатт сейчас выработаны электроэнергии. Солнечная энергия, как вы видите, так слабенько где-то внизу, я имею в виду нижний график, болтается, можно сказать, с некоторым прогрессом как раз 2009 году. А вот это вот топ-кантрис, да, то есть те страны, которые активно в себе возобновляемую энергетику развивают. Ничего нового, я думаю, вы не видите, ну, кроме, может быть, Китая, хотя это тоже становится общим местом. Лидеры штаты Канада, европейские страны в какой-то степени отстают, но очень выделяется Бразилия со своей колоссальной так называемой этанольной программой, которая длится уже, наверное, без малого 40 лет, где-то с 65-68 годов, когда они, так сказать, приняли решение производить этанол вместо, так сказать, бензиновых топлив и так далее. Ну и Япония, безусловно, лидер, наверное, в первую очередь по фотобатареям, фотовольтайке вообще в производстве электроэнергии. И Китай. Китай колоссальный игрок на рынке в настоящее время возобновляемой энергетики. С одной стороны, как потребитель этой энергии, поскольку экономический взрыв, в общем-то, приводит к постоянной потребности новых энергоносителей. Но, кроме того, Китай является также и последние годы поставщиком готовой продукции в части готовой продукции установок и фотобатарей, и солнечных коллекторов, так называемых, это водонагревательные установки, и ветровых установок. Ну и, наверное, про малые гидроэнергетические установки не слышала, но не удивлюсь, что это именно тоже так. Да, забыла. Установок по метаномому сбраживанию сельскохозяйственных отходов. То есть не только Сибирь и Дальний Восток, когда общаешься с людьми, и они говорят, очень хочется поставить какую-то установку. Мы пошли в Китай. Понятно. Вся европейская часть страны, нашей в частности, да и многие страны западного мира, в настоящее время имеют рынок покупочный, в смысле не сбыта, а именно рынок, где можно приобрести установки, именно Китай. Но они пошли по стандартной схеме покупки сначала технологий у ведущих западных фирм, в первую очередь европейских и американских фирм, которые поставили им технологии производства в первую очередь, ветровых установок, фотобатарей, и теперь становятся, поднявшись на хороший уровень производства, ну, конечно, что купишь, но в основном уже довольно хорошего качества этих устройств. Поэтому, как бы вам сказать, возобновляемая энергетика, здесь вот видна ее такая всеобъемлемость, в какой степени или в каком смысле. Поскольку это технологическая отрасль, да, она за собой потянула развитие машиностроения, в частности, да, развитие, так сказать, производств новых материалов, или не потянула развитие, может быть, сначала, а просто было таким аккумулятором вот этих технологий, поскольку, в общем-то, если рассмотреть производство тех же крупных ветряков мегаваттного или даже 5-мегаваттного класса, которые имеются, они требуют и хорошего генератора, и отличных по качествам своих материалов для лопасти, которые будут и легкими, и устойчивыми, и все это в одном флаконе. Поэтому, конечно, это достаточно хорошая хай-тековская отрасль в настоящее время, именно производство установок для возобновляемой энергетики. Я уж не говорю, конечно, о полупроводниковых материалах, в том числе гибких полупроводниковых материалов, так называемых полимерных фотоматериалов, которые дают основу для большого количества теперь солнечных панелей и так далее. Это несколько слов о том, в которых разные технологии развиваются в различных странах. По технологиям классификации. Здесь можно видеть, что лидер штаты, они развивают в себя практически все технологии, и ветер, и солнце, и биомасса, и так далее. Конечно, если искать корни, то, наверное, нужно углубляться вообще далеко, в конец XIX века, когда первые очень интересные ветряки они начали ставить, особенно на всем этом Среднем Западе, огромные степные просторы и так далее. Если кому интересно, замечательный сайт есть у Вестаса, фирмы немецкой. Зайдите, там ролики, которые, в общем-то, вас заведут в башню ветровую и покажут, что там происходит на вопрос, и игрушки какие-то покажут. Ну и история очень интересная, поэтому Вестас, Вестас-Д или Вестас-Ком, наверное, да, вы найдите там образовательные программы на уровне, конечно, старших классов нашей школы, но есть интересные вещи, которые, может быть, и не увидишь, которые связаны именно вот с начинкой того, что имеет место в ветровых башнях и так далее. Мексиканцы геотермика, и вообще вот она геотермика, как вы видите, мы видели на самых первых слайдах, что вот здесь, где сосредоточены ресурсы, геотермальная энергетика и развивается, потому что по-другому никак нельзя. Так называемый огненный пояс Земли, пояс, значит, повышенной сейсмичности и вулканизма, как раз в полный рост нам дает основные ресурсы, и эти страны используют эти ресурсы чрезвычайно активно, надо сказать, наращивая свой потенциал в смысле и технологическом. По поводу Китая здесь в основном, как я вижу, 2 и 5, наверное, биомасса, наверное, спутали. Вот, большие масштабы использования отходов, народу много, отходов много, достаточно серьезное сельскохозяйственное производство, поэтому, естественно, что здесь биоэнергетические технологии сбраживания отходов, как я вам уже говорила, в самых примитивных метантенках и продвинутых метантенках, огромных башнях. Что такое метантенк? Знаете? Метантенк-тенк, да, емкость какая-то, и метан. Да, собираем отходы, погружаем в замкнутую анаэробную среду, то есть закрытую от внешнего воздуха. Отходы там должны быть в соответствующей фракции, так скажем, с определенной влажностью. Температура поддерживается в зависимости от того, какими микроорганизмами вы собираетесь перебраживать эти отходы. А бывают термофильные, мезофильные, и те, которые совершенно неприхотливы к температуре окружающей среды. Вот этот вот субстрат перебраживающих организмов, микроорганизмов, бактерий, вы засовываете в свои отходы, закрываете этот тенк, и там начинаются последовательные стадии разложения этого органического вещества. То есть желательно железо туда не совать, только органику. Бактерии, преобразуя биомассу, выдают на выход три продукта. СО2, углекислый газ, с которым борется прогрессивное человечество, CH4 и так называемый шлам, потому что большое количество у вас все-таки органических отходов, которые не превратятся в первые два газа, из которых нам желательно только метан, поскольку он горит. Поэтому образуется еще нечто, такая сухая уже на выходе, я бы сказала, ну, похожая, наверное, на такой коричневого вида. Сейчас скажу. Когда торф перерабатываем, что у нас получается? Ну, торф, да, в общем-то. Такого торфинообразного вида масса, который представляет из себя переброженные отходы, и что самое хорошее, лишенные гельминтов, возбудителей, болезней и так далее, полностью минерализованные, то есть все остатки у вас не в виде органических молекул, а уже в виде минерализованных неорганических соединений, которые напрямую растениями может быть восприняты. Чего это я в растения кинулась, вы скажете? Потому что вот именно вот этот шлам является зачастую той ниточкой, за которую рентабельность всего производства можно вытянуть. То есть обычно, особенно в странах с не очень климатом хорошим в смысле температур, на нашей стране, да, производство вот таким образом метана при перебраживании органических отходов является не очень рентабельным. И только если вы продаете потребителю вот этот шлам в виде удобрения, у вас в целом сходятся все, так сказать, финансовые затраты и финансовые выходы. В Китае, где прекрасные условия, температура повыше, чем у нас, естественно, и не нужно подогревать в целом эти метантенки для того, чтобы процесс шел достаточно эффективно, на выходе получается хорошая рентабельность, и таким образом, в общем-то, решается проблема еще и загрязнения окружающей среды. Надо вам сказать, что вот этот экологический аспект не нужно забывать, когда мы говорим о возобновляемой энергетике. Много же раз говорится о том, что посчитайте, пожалуйста, стоимость переработки отходов атомных станций, мне даже банальности не хочется говорить, я думаю, что вы все это знаете, да, полную стоимость, так сказать, последствий затопления и, самое главное, фунциклирования жизни огромного водохранилища со спусками воды, с подъемом воды, с размыванием берегов, корстированием и так далее, и так далее. И вы получите истинную себестоимость энергии. В возобновляемой энергии то же самое. Посчитайте ту выгоду, которую вы получаете от сбережения окружающей среды, ну, каким-то образом четко ее посчитайте, найдите механизм экономической оценки. И тогда вы посмотрите, насколько действительно проигрывает или, наоборот, стоит уже на уровне традиционной энергетических технологий возобновляемая энергетика. Ну, Индия, Индия прекрасная страна, как пример развития возобновляемой энергетики. Здесь в основном обозначено, что она ветром занимается, хотя, конечно, не только ветром, биомассы колоссальное количество, и солнечной энергии тоже хватает. Почему я помянула Индию? Потому что одна из первых стран третьего мира, я бы так сказала, сейчас ее так уже, наверное, не назовешь, Индия завела у себя целое министерство возобновляемой энергетики, наверное, вы об этом знаете, и, в общем-то, уже активно, наверное, лет 30, если не больше, продвигает технологию с помощью финансирования международных организаций, с помощью собственных ресурсов, заинтересовывая и бизнес-сообщество, и неся, так сказать, социальную ответственность перед жителями, продвигая и государственно финансируемые программы. Ну, поскольку, в общем-то, нужно рассматривать экологические аспекты, как раз я к ним вышла и так далее, я, в общем, могу даже пролистывать, не знаю, сколько чего мы должны сидеть, не поняла, когда мы начали. Вот, пролистаю и проговорю с вами, наверное, некоторые аспекты каждого источника, если это интересно, что несет хорошего или негативного с точки зрения экологических последствий. Ну, это примеры совершенно такие ходовые всяческих вещей, связанных с использованием солнечной энергии в части тепловой энергии. Вот не забудьте, что из солнечной энергии путем преобразования можно получать не только тепло, но и холод. Но здесь показано как раз использование тепловой энергии, а вот это здание, в общем-то, пример такого направления, наверное, на стыке архитектуры и возобновляемой энергетики это так называемая солнечная энергетика. Так называемые энергоэффективные здания, о которых вы, наверное, много слышите и сейчас, они как раз призваны таким образом строить здания, сооружения, дома, офисные здания таким образом, чтобы они максимально использовали энергию окружающей среды, при этом были эффективными, да, то есть хорошо построить современное здание, там, я не знаю, правильно его сориентировать и так далее, при этом иметь огромные щели в окнах в подвале или там где-нибудь на чердаке, выдувая таким образом все тепло, которое вы накопили. Это очень интересная область, чрезвычайно активно прогрессирующая в мире в целом, поэтому я на ней останавливаться, конечно, не буду, потому что нельзя объять, в общем-то, необъятное. Ну, пример солнечных электростанций, я просто так технологические картинки какие-то прокачу вам. Стандартная схема, об этом мы с вами уже говорили, да, давайте займем огромную площадь и все зеркала направим в башню. Башенного типа и так называемого модуля, модульного параболоцилиндрического типа, в мире таких станций довольно много, здесь теплоноситель, который, собственно, нагреть нужно, как вы понимаете, вот прокачивается по вот этим узеньким трубочкам, которые находятся в фокусе, значит, изогнутых зеркал, которые сделаны в виде такого параболоцилиндра, то есть цилиндр, форма которой, в общем, параболическая, а не прямая. Если говорить о недостатках экологических, вот я давайте скажу вот эти вот слова, и я тут все выписала в подробностях, вот если вот досконально все считать, то, конечно, каждый источник энергии возобновляемой сначала с точки зрения, если говорить о полном анализе полного жизненного цикла и начать с производства технических средств, установок и так далее. Ну, когда вы производите, например, современные поликристаллические, монокристаллические кремниевые поверхности для фотобатарей, то технологии чаще всего с использованием хлорного производства, так называемыми, соответствующими выбросам в окружающей среды хлорсодержащих органических соединений, это, конечно, колоссальное воздействие на окружающую среду. Но при этом я говорила о том, что во время эксплуатации, в общем-то, практически ничего нет. Здесь, следуя такому, знаете, вот надо выискать, я все-таки выписала те недостатки, которые несут в себя даже вот те солнечные станции, а их по миру, надо вам сказать, чрезвычайно немного, производство солнечной электрической энергии с помощью вот таких вот башенного типа или модульного параболы цилиндрического типа достаточно немного, Испания в последнее время большое внимание этому уделяет. В то же время следует помнить, что если вы поставили вот такие солнечные концентраторы, то вы в первую очередь занимаете площадь, которую уже не используете под другие нужды. А наши географы, они, в общем, люди, ну, у вас, наверное, тоже аналогичный факультет какого-нибудь рационального природопользования или экологии есть, всегда говорят, что, о, верни как, ландшафт изменился, это уже воздействие на окружающую среду. Наверное, это правильно, поэтому какие-то почвенные условия, какую-то растительность свели или изменили на этой территории, значит, нужно рассматривать как экологическое воздействие. Некий нагрев воздуха и какой-то микроклимат на этой территории действительно изменяется. Часто, вернее, не часто, практически всегда в качестве энергоносителя, или теплоносителя в электрических солнечных станциях используется все-таки не вода, как в тепловых электростанциях, а используются низкокипящие жидкости, да. Поэтому, если эти низкокипящие жидкости часто достаточно агрессивные по своему химическому составу вырываются на поверхность, прорыв трубопровода, мало ли что может быть, то они, конечно, будучи высокотоксичными, могут на почвенный покров каким-то образом или на растительность повлиять. Наконец, тепловой сброс. Ну, тепловой сброс в атмосферу, да, или в водный объект, это вообще проблема любой генерации. Если вы тепловую электростанцию ставите, то вам нужно помнить, что вам пар, который выходит из турбины, нужно сконденсировать и потом охладить эту воду, которая получается из пара. Представляете, как производится электроэнергия на любой тепловой электростанции, да, или тепловой электроцентрали. Вот. И, следовательно, вот это вот большое количество тепла, выделяемое в окружающую среду при любой генерации электрической энергии, оно, конечно, имеется и в данном виде станций. Но еще раз повторюсь, масштабы пока в мире настолько невелики, вот такого рода установка, которую я вам показала наверху, а это относится именно к солнечным электростанциям, вот этот перечень, я бы сказала, ловля-блох, да, что, конечно, пока в, там, не знаю, не то что на локальном, не то что на региональном, но на локальном уровне пока этих экологических воздействий не замечено и, в общем, не проявляются они. Но особенно европейцы, которые чрезвычайно, серьезно, строго, глопидарно, я бы сказала, относятся к проблемам экологического благополучия и окружающие среды без конца пытаются учитывать и вот это. Стандартные картинки фотобатареи в различных их применениях, в том числе крупномасштабные станции вот такого типа, которые иногда дают даже, вернее, как, иногда являются сетевыми, то есть, будучи большими по мощности, дают энергию в сеть. Чаще всего, конечно, мы видим в тех странах, где это развивается, вот такого рода установки на крыше, которые обеспечивают в той или иной степени вместе с аккумулирующими устройствами и обязательными, потому что солнце не всегда над крышей ходит или висит, грубо говоря, обеспечивает какую-то часть энергопотребления жителей. Тоже есть и свои преимущества, и недостатки. Про преимущества вообще молчу, а про недостатки фотоэлектропреобразователей по-разному называют, фотоэлектропреобразователи все-таки скажу. Это, конечно, не экологическое, так сказать, недостаток. Это высокая стоимость, и это известная вещь. Низкое КПД тоже, наверное. А вот выбросы при производстве в окружающей среду, при производстве, еще раз повторю, это действительно экологическая такая пока проблема при производстве целого ряда, вернее, как при использовании целого ряда технологий, однако преодолимая, поскольку все пытаются уйти и от кремния, и от хлорных производств. Но в целом при эксплуатации солнечных фотобатарейных станций, солнечных фотоэлектропреобразователей, практически никакого воздействия на окружающую среду не оказывается. При этом, надо сказать, анализ проблемы, связанные с утилизацией отходов, здесь тоже, в общем, дает достаточно радужную картину, потому что те же фотоэлектропреобразователи, вернее, производители, дают зачастую порядка 50 лет в качестве гарантийного срока жизни вот такого рода установок. По поводу установленной мощности фотобатарей и вообще все, что связано с фотогенерацией электрической энергии, картинка, в общем, такая, золотой миллиард, ничего не скажешь, да? Это Соединенные Штаты Америки, как вы видите, несколько стран европейских, в первую очередь, с хорошими ресурсами солнечной энергии, Франция, Испания, Италия, Греческая Республика, ну и Япония, конечно, которая является лидером в технологиях в данном случае, в данной области, ну и лидером по установленной мощности. Здесь рядышком с картинками показаны полные мегаваттные мощности установленные, они довольно приличные. В Америке 2 гигаватта электрической мощности, значит, связаны как раз с фотопреобразователями. Производители, если кому-то интересно, еще раз повторюсь, взяла с сайта Unreal, это известные вещи, перечислены производители фотопреобразователей. Это в основном, вот половинка, да, падает на страны азиатские, далекие, это Малайзия, Япония и Китай. Я уже говорила, что Китай один из лидеров и в ветроэнергетике, и в производстве вот такого рода установок. Устанавливают в основном их, азы это все другое, это и европейские страны, и Соединенные Штаты Америки, которые имеют пока серьезные мощности в этом производстве, то есть не все забрано пока по производству в Китае, хотя буквально на глазах строятся заводы. Все-таки целый ряд специалистов российских ездит, в том числе, чтобы посмотреть, что происходит за рубежом. Китай, конечно, поражает своими масштабами вот именно прогресса в этой области, как производства, так и потребления. Чрезвычайно интересная область ветровая энергетика, я о ней сегодня уже много говорила, и большая, вот здесь вот картинка показана, большая интересная область, это строительство так называемых шельфовых ВЭС, да, это те ветроэнергостанции, которые выходят уже на шельф морей, и это тенденция в европейских странах, наверное, в первую очередь, поскольку, а, территория невелика, плотность населения, наоборот, большущая, часто ресурсы ветровые, те ветровые коридоры, те высокопотенциальные места с большим энергоресурсом практически исчерпаны, разные причины, поэтому уйдем на море подальше. А, не будет воплей по поводу того, что жители не любят смотреть на ветровые, вращающиеся, значит, лопасти ветряков, вернее, да. Б, проблемы, связанные с инфразвуком и вообще со звуковым воздействием на окружающую среду, в первую очередь на человека, на животных, тоже уходят вдаль, потому что поставим, давайте, за 20 километров от береговой черты. Не слишком, вернее, как вам сказать, наработанные технологии, которые вышли, кроме того, из сооружения, сейчас скажу, платформ по добыче нефти и газа полностью вошли вот в эти технологии, то есть для того, чтобы установить на приличной глубине вот такую большую мегаваттного класса установку, у которой диаметр ветра колеса порядка 100 метров, да, и сама башня порядка 80-50 метров, 80, наверное, не меньше, да. Это вообще серьезные, конечно, нужны технологии, но они уже существуют, они могут быть взяты из другой области. Поэтому шельфовый ВЭС, это, вообще говоря, достаточно активный путь для европейских стран, в первую очередь, но и дорогой, поскольку, конечно, воздействие довольно серьезное, вернее, как, достаточно большие затраты в этом случае. Здесь несколько слов о том, на что влияют ветровые установки, да, коль скоро мне нужно было говорить о экологическом воздействии, но надо вам сказать, что, конечно, это есть. И вот первый вопрос, который возникает такой в отечественной аудитории, не слишком подготовленной, а как же птички? Вот, как же другие живые организмы и так далее, и так далее, которые могут запутаться в лопастях этих ветростанций и так далее? Ну, это такой уже, так сказать, одиозный вопрос на самом деле, да, и уже студенты, которые у нас обучаются и так далее, знают досконально статистику, которую американцы, которые тоже вот все любят раскладывать под своим полочкам и считать статистикой, их мать, наверное, родная, посчитали количество несчастных случаев от разных причин, в том числе от всяческих житейских невзгод, котов и так далее, и так далее. Оказывается, что птицы в лопастях вращающихся ветростанций гибнут в меньшей степени. Вот интересная табличка, подготовленная одним из наших выпускников-магистрантов. Негативный внешний эффект, выраженный в евроцентах на киловатт-час по источникам энергии. То есть, если посчитать весь негатив, который идет от различных источников энергии технологических, да, то есть уже от установок, то вот такие расчеты в Европе приняты. Ветроэнергостанции, расшифровываю, да, эффект суммарный, негативный, 0,15 евроцента на киловатт-час вырабатываемой энергии. Природный газ и особенно угольная электростанция побивает в десятки раз, в десяток раз, да, вот этот вот негативный эффект. Вот, снова необходимо, безусловно, учитывать все возможные негативные эффекты. Я вас отсылаю к статье достаточно подробной, которая выйдет в 2011 году, в буквально следующем месяце, в серьезном журнале «Теплоэнергетика», которая разбирает очень добросовестно и с большим, как сказать, фактическим, фактологическим, таким, фактологической конвой все нюансы возобновляемой ветровой энергетики в части экологических последствий ее использования. Весьма хорошая работа и основательная. Не буду останавливаться на общем установленной мощности и растущих мощностях, как вы видите, снова экспоненты. Вот, я, конечно, радуюсь от души, но снова призываю вас помнить вот этот нюанс, о котором я сегодня говорила. Одно дело, установленные мощности, которые растут красиво и по экспоненте. Другое дело, какое же количество энергии вы этими ветряками возьмете. Возьмете ли вы все, на что они рассчитаны. Мегаваттного класса установка может работать в режиме 100-киловаттный, да, теряя колоссальную мощность. Если поставлено не в том месте, где имеется недостаточный потенциал ветровых ресурсов. Здесь снова лидеры возобновляемой ветровой энергетики. И мы, в принципе, практически ничего не добавляем к картинке, связанной с солнечной энергетикой. Разве что только Индия вылезла с достаточно хорошей мощностью. Порядка 11 тысяч мегаватт установленной мощности энергии. Лидер Китай 25, вернее, как не лидер, предлидер Китай. Америка держит свои, наверное, ведущие позиции с 35 тысячами мегаватт установленной мощности. В Америке много сетевых станций, которые соединены, объединены в общую сеть. Какая-то мысль у меня была хорошая, забыла. Пролистала и перепрыгнула. Ну ладно. Та же схема изложения. Какие основные игроки на рынке? То есть кто производитель? Вообще говоря, конечно, китайцы наступают, но вот если говорить о 2009 годе, два года назад, то все-таки основную роль играли европейские и американские фирмы. Знаменитая Вестас, Сименс, Гомеса испанская, Гудвилл, Энеркон и несколько американских фирм. Если говорить по Соединенным Штатам, то они в основном покупают свои установки и немножечко иностранные. Ну ясно поддерживают своего производителя. Ну в общем-то, еще раз повторюсь, тенденция такая изменяющаяся, поэтому в общем-то про, так сказать, какие-то китайские поползновения на лидерство в этом рынке не стоит забывать. Растут не только установленные мощности суммарные, растут и характеристики установок самих. Растет размеры. Высота башни и размах крыльев, да, размах самого ветроколеса. Начинали с 18 метров и 0,1 мегаватта, то есть 100 киловаттная установка. В настоящее время на самом деле даже не 5 мегаватт, а 6,5 мегаватт. Лидер и такой, как сказать, чемпион по величине самой установки единичной. В настоящее время сделано, по-моему, в Германии, сколько я знаю. Я чуть-чуть скажу о геотермальной энергетике, потому что это одно из тех мест, где можно похвалить Россию и сказать, что у нас существуют перспективные технологии. И, наверное, оставлю время на вопросы, если они есть. То есть не оставлять время. Будут вопросы. Это пресловутый огненный пояс Земли, который, в общем, изображен вот таким образом, очень схематично, да, к которому и приурочены основные ресурсы геотермальной энергии, которые, в основном, связаны, как я уже говорила, с теплом внутренних слоев Земли. А это, если видно, это основные проекты, которые в настоящее время являются работающими в России. Как вы видите, генерация электрическая происходит в основном на Дальнем Востоке. Это Камчатка и Курильские острова. Надо сказать, что в начале 2000-х годов, когда, в общем, было, наверное, самое такое сложное и серьезное время для экономики России в целом, в общем-то, такой ласточкой или хотя бы обнадеживающим событием в истории электроэнергетики России был пуск, наверное, самой крупной в настоящее время. Заканчиваем? Хорошо. Крупной станции Камчатской геотермальной в настоящее время, да, Мутновская геотермальная станция общей мощностью 50 мегаватт мощности. Эта станция знаковая, она, на самом деле, в начале этих 2000-х годов практически вытащила целый регион из какого-то такого энергетического кризиса и социального кризиса. Я недавно была на Камчатке, и, в общем-то, как сказать, приятно было слышать, что масса народу, с которым мы знакомились, встречались и так далее, говорили, наша станция, это наш региональный ресурс. Здорово, что используется то, что у нас есть, а именно тепло, высокотемпературные так называемые геотермальные источники. И вообще, конечно, вот эта область практически оторванная от материка, хотя, вы знаете, Камчатка там наверху на Чукотке, конечно, соединяется с материком, но они оторваны по стоку-постоку, и ни одна дорога к ним не ведет. То есть нет связи с материком по железной дороге, по автомобильной дороге, только грузы через так называемый северный завоз. В летнее время, когда свободны фарватеры, нет льда и так далее с севера, а также от Владивостока и частично от Охотска, завозятся грузы. И самый основной груз – это топливо для теплоэлектроцентрали, станций, дизельных электростанций, маленьких, не так уж многочисленных, но все-таки существующих поселений Камчатки. И это приводит, вот этот вот большой, как говорят, логистическое плечо, приводит к тому, что дороговизна жизни на Камчатке удивляет приезжего человека неприятно, я бы так сказала. Она приводит к тому, что во время экономического спада Камчатка лишилась половины своих жителей, которые не выдержали жесткого такого, в общем, прессинга обстоятельств жизненных, экономических и так далее, в том числе так называемых локаутов, энергетических отключений, электричества, тепла и так далее. Поэтому развитие для России, гиша, заканчивая, для России при ее колоссальных запасах газовых, нефтяных, угольных говорить о возобновляемой энергетике, наверное, нужно только в контексте поиска тех ниш, где возможно, рентабельно, полезно для развития региона, развитие возобновляемой энергетики. Это дальние регионы, которые не имеют связи с сетевыми станциями, где завоз топлива привозит к дороговизне жизни, энергии и так далее. Это ситуация отдаленных потребителей даже в центральных районах, куда не нужно и дорого тянуть флэпы. Это ситуация развития региона в целом. То есть часто за новой генерацией тянется экономическое развитие в целом с большого района. Ну, поскольку, наверное, нужно оставить время, если есть у вас вопросы, я на этом остановлюсь, хотя, конечно, я не разобрала целый ряд вещей, особенно интересных, связанных с биоэнергетикой. Если у кого-то будет интерес, я могу дать ссылки или какие-то материалы. Есть ли вопросы? Слушай, про биоэнергетику немного сказать. Ну, давайте, смотрите. Если кому-то совсем скучно, потерпите немножечко. Сейчас, секундочку. Биоэнергетика – интереснейшее направление. Сейчас это страшно модно. Вот здесь на картинке показаны, вообще говоря, просто отходы, как сельскохозяйственные, так и лесохозяйственные, которые активнейшим образом используются в настоящее время. А здесь показаны, сейчас я скажу, технологии, которые используются в настоящее время и продукты, которые получаются. Начиная от биодизеля – дизельное топливо, да, биоэтанола – метанол, спирт, который используется также, биометана – метан, газовое топливо, и целый ряд производных видов топлива, которые получаются из биомассы. Конечно, есть и, так сказать, нюансы, которые говорят о том, что биоэнергетика, в общем, не перспективна для мира в целом. Несколько лет назад, наверное, в 2008 году, мне кажется, да, всплеск стоимости товаров, продуктов, в первую очередь, на мировых рынках связались сразу же с развитием биоэнергетической отрасли во всем мире и сказали, хорошо, вы засеваете рапсом, засеваете кукурузой под биоэнергетические использования, вы засеваете большие площади масличными пальмами, и вы таким образом лишаете человечества, таким образом, дешевого пищевого сырья. Конфликт между использованием этого сырья в энергетической отрасли и, собственно, как пищевые продукты. Надо сказать, что, конечно, вот эти статистические игрищи, они были в чем-то, на самом деле, как сказать, искусственными, и если грамотный анализ проводить, то не это подтолкнуло в то время рост цен на пищевые продукты, а скорее коллизии, связанные с ростом экономическим Китая и Индии, плюс рост цен на нефть. Однако для того, чтобы избежать вот этого вот противоречия, да, то есть давайте не будем использовать все-таки продукты пищевого назначения, или по минимуму будем их использовать для производства энергетических продуктов. В результате выкристаллизовывается новое направление в биоэнергетике, это поиск той биомассы, тех продуктов, или, вернее, тех культур, которые могут стать источником биомассы и, соответственно, биоэнергетических продуктов. Очень интересное направление – это биомасса микроводорослей, поскольку в нашей лаборатории активно ведутся и очень давно работы в этой области, получение энергетического сырья из быстрорастущих микроводорослевых организмов на больших территориях в специально выращенных плантациях, то я хочу вот эту вот ситуацию отметить, и это интереснейшее направление такой и коммерческого, и исследовательского плана в настоящее время. Интересные данные сейчас происходят в динамике, какие страны куда гонятся в части биоэнергетики. И вот наш ближайший совет, могу проанонсировать ту же самую Украину, откуда мы приехали недавно с конференции, она, как сказать, наверное, в 90-е, в 2000-е годы попав в серьезнейшую экономическую, энергетическую ситуацию, да, именно обеспечение энергетическим сырьем активно сейчас, и в части законодательства поддерживающего, и в части технологий двинулось в направление биоэнергетики. Европейские страны, которые в биоэнергетической отрасли давно и надежно, начиная с той же Дании, Германии и других государств, да, которые продвигают технологии, которые большие территории свои, сельскохозяйственные, занимают биокультурами, обратили внимание тоже, также на территории бывших стран СНГ, как поставщиков вот этого сырья. Еще одна интересная такая, я бы сказала, уходящая в международные отношения, даже в какой-то степени такая проблематика, которая связана с тем, что производство сырья для биотоплива, того же рапса, наверное, вы о нем знаете, как источника биотоплива, она, вообще говоря, связана с достаточно серьезным воздействием на почвенный покров. То есть почва после нескольких лет выращивания рапса становится, в общем-то, практически малопригодна для использования дальнейшего, то есть большое количество нужно удобрений, различных процессов рекультивации провести, чтобы дальше использовать. Получается, что снова как сырьевой предаток используются те государства, которые, в общем, могут не обеспечить ничего, кроме территории. То есть вот получается, вот в связи с этим развитием такой отрасли интересной возобновляемой энергетики, закручивается клубок проблем технологического плана, юридического плана, нужны соответствующие законы, значит, проблемы, связанные даже с такими политическими, наверное, взаимоотношениями государствами и так далее. Поэтому, если интересны эти вопросы, проблемы, масштабы в введении этих новых технологий, то, конечно, в общем, советую вам, наверное, больше смотреть те источники, о которых я говорила, или есть вопросы, я могу ответить. Все понятно? Ничего интересно, да? Хорошо, я благодарю вас за внимание.